Вот здесь, ну так, начиная как будто бы из общей темы, посмотрим, куда это развернется. Это у меня глава вторая книги Кузыри, параграф 44. Я хочу здесь читать по ивритскому варианту, потому что русский мне не очень понравился. Это интересно, что этот последний ивритский вариант написал современный Равин, который учился в Хайфе арабскому языку в средней школе. В Хайфе для сближения народов, для дружбы между арабами и евреями учат арабский язык, но, как мы знаем, это не помогло. Не только евреи знают арабский, но и евреи там говорят на иврите некоторые без акцента и лучше, чем мы с вами. Арабы, да. Арабы говорят, что вы говорите, учатся в университетах, есть там профессора, но ненавидят на нас по-прежнему. И это надо было бросать камни или бутылки с зажигательной смесью, они не промахивались. Даже так мы же вас учили. Да то с хорошим ивритом это делали. С хорошим ивритом, да, с пониманием. Мы же вас учили, мы вас так это самое вот обхаживали. Вот такой один известный Равин, который я не буду называть его имя, потому что он не проходит в зуме политическую. А он говорил так, вот социалисты говорят, надо заботиться о арабском населении, поднимать их социальный и культурный уровень, и тогда мы с ними найдем общий язвы. Он говорит, те, кто говорят, они расисты, потому что они думают, что народ, который борется за свою независимость, можно купить деньгами. А я говорю, это неправильно. Они, арабы, я говорю, уважаю арабов, хотя я считаю, что земля Израиля наша, но как народ, я их уважаю, это сильный народ, и они нам никогда не уступят. Так просто, сокративые глазки. И как он был прав, а на него, значит, вот, расист, понимаете, какой расист? Он говорит, чего вы их учите, чего вы их подкармливаете, они вас будут еще больше ненавидеть. Почему? Они больше начинают понимать, понимают историю, понимают туда-сел. Да. Ну, он перевел, учился в Ахайфе, научился ивриту, и, очевидно, на очень хорошем уровне, для того, чтобы смог прочесть... Арабский, да, арабский язык. Для того, чтобы смог прочесть иврит, скажем, ну, там перевели на иврит. А, арабский язык, арабский язык Рабьюда Аливи, классический арабский, арабит, классический арабский арабит, Рабьюда Аливи, жил в арабской зоне. Испания была поделена на две зоны арабского влияния и христианского влияния. Вот он был в арабской зоне, и знал арабский язык классический, и написал ту книгу, которую мы учим на классическом арабском языке. Так вот, представьте себе, в гимназии в Хайфе, уже в наше время, учит классический арабский язык, который позволил этому Рабину уже с пониманием, потому что понятно, что при переводе таких священных книг недостаточно знать арабский язык, надо знать смысл и философию этого автора. И он поэтому делал и перевел это заново. Теперь остается только с этого ивритского выберенного варианта перевести слово на русский язык. Ну, мы не будем огород городить. Говорит так, я вам начну на иврите, а потом постараюсь сразу по сути читать, сразу быстрее, без как бы за чтения на иврите. Амар и хавер. А хавер – это вот рабин, смудрец, который появляется. Как вы знаете, за свое время в Израиле того времени, скажем, времена Мишны и Дамуда делились и евреи, тоже была какая-то сегрегация. Были амарец, бехаверим. Бехаверим – это были люди, как бы Тан-Медеха-Хамим, но их не называли Тан-Медеха-Хамим, не называли их Харейдим, а называли Хаверим, как принадлежащие какому-то общему братству. Хаверим. И вот, значит, поэтому он хавер, у нас здесь, это значит, рабин, мудрец, Тан-Медеха-Хам, как привел нам наш современник, выпускник Махона Мира, называет это мудрец. Амар и хавер. Айнян айлуки баяхас элейну кем адрегата нефеш эля-леф. Он говорит, вот здесь очень важное выражение айнян айлуки – божественный промысел. А что такое божественный промысел? Айнян – это дело. Ажгаха. Ажгаха – это шкина. Больше, чем ажгаха. Ажгаха – это действие. Айнян – это больше, чем какой-то существительный. Промысел божий. Я перевожу как промысел божий. На самом деле он имеет в виду шкину. То есть божественная, как мы знаем, шкина, влияет на нас. Даже вкус, нравится, она влияет в меньшей степени. А уж тут, нравится, понятно, что влияет больше. Хотя по максимуму это будет только тогда, когда будет построен битамикдаш. Он говорит, что соотносится к нам эта шкина так же, как душа, соотносится с сердцем. То есть характер взаимосвязи нас со шкиной – это как душа, она относится к сердцу. Я объясню эту идею, это сравнение. Душа – это какое-то, как бы, что-то духовное, что руками нельзя потрогать. Где она находится, душа, никто не знает. А сердце – это уже более материальное. Понятно, что у нас есть душа, но где эта душа находится, что это такое, никто не знает. Как говорят, после того, как человек умер, решили проверить, делать операцию, где находится душа. Вот оперировали, где были, все нашли – печенку, зелезенку, души не нашли. Значит, это что-то такое, что находится вне нас, или, во всяком случае, не связано с каким-то конкретным органом. Но совершенно очевидно, оно влияет на сердце. Ну, тут понятие сердца – это неоднозначно. Сердце может быть действительно просто как орган кровообращения. А здесь, наверное, имеется тут тоже что-то более духовное. Поэтому сказано, он говорит в книге Амоса, пророка Амоса, в третьей главе, сказано. Вот, когда мы читаем пророка Амоса, все так хорошо, красиво, а вот мы не обращали внимания на очень интересное выражение. Только вас я знаю из всех семей, всех народов на земле, и поэтому на вас я возложу их все грехи. Вот, смотрите, почему он знает нас, как бы контакт его, только контакт его, только с нами. Поэтому, когда он видит, люди делают что-то нехорошее, и грешат, то он наказывает нас, и что других он не знает. Какая-то, казалось бы, вот так здорово, мы, как бы, вот такие избранные, и все, о чем нам эта избранность оборачивается, что он не наказывает в первую очередь. Да. А что это за наказание за все наши грехи? Это болезнь. А что такое здоровье, он говорит? То, что мы говорим во время новогодней молитвы, говорим, что Кадош Буруху проверяет наши ошибки, наши прогрешности и прощает. Мухэль абунот, амор. Это все, это в слихот, говорят, в тексте слихот. Я много раз задумался, сейчас есть переводы в слихот, да? Есть, а вот на Тешабля, вот эти переводы этих кенот, то, что называется, пока что еще нет. Есть уже, тоже на русском языке есть переводы. Это очень хороший. Потому что я вам скажу, почему это хорошо, что есть перевод на русском. Потому что на иврите даже иврите-говорящие не понимают. Потому что это иврит архаичный. Он просто, скажем, в ранних, средних веках. Ну, я даже не думаю, что есть на самом деле перевод с того иврита на современный рейт, потому что это бы считалось обоих кульством, да? Как же так, священные тексты, и кто-то их исправляет. А на русский можно. Вот если вы знаете Аби, где такие самые, принесите присутствие, я хочу посмотреть, как это написано. Очень интересно, тексты вот этих кенот. Что такое кенот, мы знаем, да? Сидят на полу и читают кенот. А у вас есть? Библиотеки здесь есть? Я говорю, при случае просто я никак бы не знал. Интересно посмотреть, как перевели. Потому что если правильно перевели, с толком и с остановкой, то это интересно, когда начинаешь понимать весь смысл этого. А большинство ивритян, владельщик ивритов, хорошо. Но это не понимают. Почему построены предложения очень странным образом. Очень часто тот, кто составляет эти кенот, он мыслит на языке народа, в котором он живет. И поэтому там сложности подчиненные предложения, какие-то обороты речи непонятные. Так что было это большим трудом. Интересно даже, кто взял на себя это перевести. Это большая работа. Это большая работа. Книжники. Книжники? Да. Да. Книжники вы бы издали хорошие. Я бы хотел издать свою книгу новую. Книжники. Они говорят в 60 тысяч шекелей. А вот есть такие идеи. Это вырежьте. Да. Вот значит теперь, вот это как бы взаимоотношение, как бы первая иллюстрация взаимоотношения нас с Божьим промыслом. Он на нас накладывает грехи всего человечества. Мы несем грехи всего человечества. Фишу ином они охлану авуно трабим, несабим, шью гормим и ардеину ли гамри. То есть с одной стороны, он возлагает на нас погрешности всех людей всего человечества, поскольку мы сотворены для того, чтобы работать с ними и исправлять их. А с другой стороны, и поэтому нам тяжко всегда. Все, что с нами происходит, погромы, преследования и все, это из-за того, что мы плохо работали и выполняли свои задания, и не спасали другие народы. Вместо того, чтобы как бы исправлять их, ну духовно, конечно, не то, чтобы создавать коммунистическое общество. Это никакое неисправление, потому что это насилие на человека. А вот как бы как-нибудь объяснять хорошо. Но с другой стороны, когда он на нас накладывает все эти болезни, возлагает на нас ответственность, он нас излечивает от этого. Вот это как бы такой амбиовариантный подход. С одной стороны, мы несем ответственность, но чтобы мы остались и чтобы могли бы по-прежнему быть козлами отпущения, то, значит, он нас от этого время от времени освобождает. Потому что если мы действительно, если на себе те грехи человечества за последние хотя бы две тысячи лет, то уже бы не остались. Но он, с другой стороны, прощает. Таким образом, он, можно сказать, и исцеляет и другие народы, поскольку он их грехи высказывает на нас, а потом на нас излечили. Очень интересная идея. А вот он говорит, когда это было с эмореями, очень актуальная для нас тема, потому что, как мы знаем, мы на подходах к Иоану Сесраэль воевали с эмореями. Кто у нас были? Эмореи, Эли, два царя эморейских. Какие у нас были? У нас были не эморейские, а церковные овы, но это другие цари. А не эморейские цари. А, не эморейские цари. И говорит, когда нам сразу не отдается страна Израиля, Абрам Адвину говорит, пока что ты будешь чужаком в этой земле, потом хоть 400 лет, и он объясняет, почему пока что ты будешь чужаком, потому что еще, как бы, они не нагрешили достаточно, чтобы их снять. Да, дал им возможность, а, наверное, дал им возможность и чужаком тоже. Ну, а ведь, что они пошли по какой-то неправильной линии, поэтому он и дает им возможность натворить столько, что уже больше не будет возможности. Это очень интересно, потому что, казалось бы, то же самое и с потоком Ноа-ха. Казалось бы, видел, что там они что-то не то делают. Надо было их направить и подсказать. Да, тем лидеров каких-то. То же самое Ноа, как мы видим, он, что он делал единственное, то он только строил себе ковчег. Вместо того, что он говорил, это было как бы то, что он делал ковчег, это он как бы показывал пример, что смотрите, саморазвязка близится. А нет, чтобы купить осла и ехать среди других народов и говорить, ребята, все уже. Он знал, что они не поверят ему, это еще убьют, знаете. Как говорит Высовский, Высовский говорил, ну очевидцев и ясновидцев во все века сжигали люди на кострах. Никто любит слишком умных говорить, что-то нам мешаешь жить. А потом, когда приходит уже волна, цунами начинает захатывать, а ведь он был прав. Но это уже как бы он забил числом. Посмертно, да. Посмертно, да. Так знали. Поэтому он говорит, вот это как бы здесь, говорит, дифференцированный подход. Конечно, нехорошо, а расизм. Но евреев, с одной стороны, его нагвиняют во всех смертных грехах, но есть механизм исправления этим грехом. А другим народам он дает грешить, не мешает. Хорошо, да. Но зато уж потом он с ними расплачивается по полной катушке. Это не я придумал. Это пишет известный мудрец, Равин, лекарства не помогут, и все, он умирает. Вот говорит, «Моша аалеф, миюсадо, виятсмуто зах, шабе мезе». Говорит, то же самое, сердцем происходит. Да. Тут мы перескочим несколько описаний сердца, но образ сердца тут понятен, да, что он говорит, что сердце само по себе здоровое, оно очищает кровь, оно гоняет кровь, да, но в конечном счете она гибнет под влиянием всех остальных болезней. Слишком много болезней, она этого уже не выносит. Я был такой знакомый, заболела лейкемией, ну, здесь сказали, в Израиле лейкемия это известная болезнь, и есть, как бы, очень хорошие препараты, это известная лейкемия, это одна из наиболее, как бы, излечивых видов рака. Но не учли, что этого больного, больное сердце. Вот врачи, когда все это делали, они не провели комплексный анализ, они не учли, что определенные дозы этого лекарства, они убьют сердце, поэтому он умер от каких-то сердечных явлений, не от лейкемии. Так что сердце можно терпеть тоже, и сердце в это время, как бы, ну, в крайнем случае, у него появляется закупорка сосудов, таких способов очищения, закупорки, натероскнуты, прочищать, но в конечном счете так много болезней человек себе отдать, что сердце тоже не выдерживает. Да. И так далее подобное, я перескочу это. Сейчас я защищу это место. Он говорит, что все страдания, которые приходят на нас, они призваны внушить нам страх Божий, понимать, что ничего случайно не бывает, и как учил нас великий русский писатель Достоевский, есть преступление, но есть и наказание. Чего так не происходит? А ничего не будет. Вот это люди ошибаются. Будешь. То, что это не сразу происходит, а как это какое море. Даю до конца. Что, может, тогда не было бы возможности сказать, да, действительно, не учил. Думал, что все пройдет на гладко, а на самом деле не прошло. Да. И тот момент, когда мы действительно под влиянием этих болезней, переболеем, но это своего рода, он тут описывает своего рода прививка, да. Сидеваешь хорошую прививку, то, с одной стороны, человек переболевает этой болезнью в легкой форме, но зато получает иммунитет и уже излечивается от каких-то порохов. Так, может, какой-нибудь там, я не знаю, человек, который заболел какой-нибудь винической болезнью из-за распутного образа жизни. Но сейчас лечится, да, не все, конечно, это самое. Хивас не лечится, только залечивается. Лечится тоже? Да. Ну, не знаю. Виня. Да. Но обычно, как бы, в обычной медицине известно, что дают просто таблетки для того, чтобы как бы поднимать иммунитет. В любом случае, он потом, когда он говорит, все, все понял, больше не будет. То же самое пьяница, алкоголист или какой-нибудь наркоман, если он выдержит это, то он уже понимает, с чем это чревато. И так, как должен был у нас постепенно учит, он говорит. Всем этим через страдания мы начинаем понимать. К сожалению, теоретически мы не понимаем, мучить нас, все учит, а пока, да, действительно, жирно будет журнават. Нет, вот у нас Александр должен решить, он чувствует чувствительный, вот. Нет, так нормально нормально. Нет, можно, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, если у нас иммунитет, тогда этот иньян и луки может быть с нами связан. Вот азгула, баамур, сгула, азгула, кивене имхасиде. Да, и в степени, в которой мы очищаемся, вырабатываем иммунитет от этих всех порохов человеческих, мы поднимаемся по уровню, сперва становимся, хасидеем, а потом даже получаем, как известно, и качество пророка, умеем пророчествовать. Странно, но во время его долюки уже не было никаких пророков, да, но? Ну, потому что не было, меня на луке удалился от нас, да, как мы знаем, меня на луке, то есть, шхина находится только в Верет-Исраэль, в Бет-Амикдаше, поэтому пророки были в то время, когда была Бет-Амикдаш и жили в Верет-Исраэль, или, как он говорит, там, пророки Ехэскина, пророчествовали, во-первых, Ехэскилю сам был некоторое время в Верет-Исраэль, а кроме того, он пророчествовал о восстановлении Бет-Амикдаша, то есть, в этом смысле была связь духовная, как говорит Равку, он говорит, если вы едите яблоко в Англии, а он жил, как вы известно, попал во время Первой мировой войны, он оказался в Англию, не было возможности вернуться, он говорит, если ты ешь прот какой-то, да, и представляешь себе, что этот плод из Артислаэль, это как будто бы ты уже как бы вкушаешь плода Артислаэль, еще очень много здесь зависит от состояния ума, и он говорит, здесь можно это проследить, вот здесь, я думаю, можно уже перейти на, даже на русский текст, и вот, он говорит, да, он говорит так, и подобно тому, как сердце передается, как сердцу передаются болезни других органов, например, вожделение печени, но я не знаю, тут, конечно, это уровень медицины, тогда был несколько иной, желудка и мужских половых желез, которые дурно, да, которые, вожделение дурно по своей природе, так и с вами Израиля приходят болезни и желанию уподобиться другим народам, вот это очень важный момент, как грех, не другое в самом совершении грехов, но и уподоблению другим народам, и не нужно удивляться, он говорит, тому, что написано, но болезни наши он переносил и боли наши терпел, так как, вы знаете, это известное отрыво из пророка Исаии, Ишайяу, в 53 главе, обычно христиане говорят, что это сказано про Иисуса, да, что он нес все страдания, по нашему мнению, конечно, Иисуса не было, или если был, то это что-то другое, а вот имейте ввиду с этого момента, когда цитируется этот отрывок, что страдания он нес, говорится в еврейском народе, мы несем на себе страдания всех болезней, и болезни мы, их мы переносим, и боли всех, боли всех их мы терпели на себе. Вот это как бы предназначение еврейского народа. Теперь значит, говорит после этого он говорит после того, как мы переходим эти состояния извлечения, мы становимся избранными, избранные были созданы ради лучших из них, пороки, как мы сказали, хасидим, и это подтверждается словами молитвы, которые мы говорим в по Йом-Кипуру, Шанах, мы говорим внуши страх перед тобою, Господь Бог наш, всем созданием твоим, то через нас, всем моим остальным, и далее мы говорим, дай славу народу твоему, а затем праведные увидят и возрадуются, потому что они избранные избранниками, то есть здесь он показывает какую-то ступенчатость, первая ступень работы с человечеством это внушение страха всем народам, всем созданиям, второе это прославление народа Израиля, как мы говорим в Беркат Амазон, другие народы начинают восторгаться и удивляться особым качеством народа Израиля и так далее мы понимаем что и мы тоже действительно со стороны это лучше заметно, мы живем в своей ежедневной жизни, не замечаем что с нами происходит и поэтому вот от того как мы поймем праведные увидят и возрадуются, поймут что они избранные из избранников, как мне рассказывал один наш русский товарищ из России предприниматель который живет здесь недалеко в Киэтмуше он говорит приезжает из других стран и говорит ребята вы просто не понимаете что вы здесь делаете мы смотрим со стороны мы просто поражаемся это действительно чудо то что происходит с вами действительно какой-то несчастный народ с населением полмиллиона человек превратилась супер держава с 10 миллионами человек со всеми как бы как это может произойти и тогда люди говорят действительно это это необычно это чудо само событие происходит с нами в наше время они являются свидетельством этой предназначенности и выполнение всех этих пророчеств как я говорю если раньше надо было когда особенно мы были в Галуте надо было искать доказательства есть ли Бог еврейский неправильно верим или нет есть много очень сочинений есть такая книга хоббат аливавот обязанности сердца перед на русский язык он там привод очень интересно много доказательств таких что да действительно есть Бог скажем вот как бы все это эквилибру что все это связано взаимно и все как бы нет никакого противоречия внутри и так далее а сейчас в наше время кажется сам народ израиля на своем примере демонстрирует что он есть потому что сказать что насысты хотели нас уничтожить да а вместо этого они проиграли правда это нам стоило больших жертв но надо всегда смотреть не только с этой стороны говорят про жертвы ужасно да и как бы эти жертвы не стоило приносить их ни за ни за чем счет но те это не наш выбор правда мы бы не хотели но с другой стороны забывает вторую часть те кто хотели нас уничтожить сами погибли а мы же вы сразу создали государство это чудо не понимая читает читает газета читает учебниках и еще что-то надо тем более что смотришь в таре это предсказано парашат бэхукатай особенно там есть предсказания парашат ели в конце будем учить это книги дворит все предсказано читаешь по книге точно то что в газете написано невероятно тут мы уже говорили о том что этот хазарянин в 45 главе он говорит да это очень убедительно вы действительно как бы действительно видно что к вам о чем относятся очень особым образом что-то с вами происходит вещи совершенно необычные но тогда у вас должно было быть больше монахов попов отчельников сидеть в кельях как выражение наибольшего как бы благочестия на это он ему говорит да хотя Богу можно приблизиться только при последствии действий которые сам Бог нам заповедовал это очень важная идея да ты думаешь я буду себя вот есть там такая какая-то мусульманская секта они для того чтобы выразить свою покорность Бога они стекают себя плечми и стекают кровью да вот это как бы силу снефеш у них а мы говорим нам это не надо вообще как они так приблизиться от кровотечения вот так вот откинуться и к всевышнему до век ну я уж не знаю они говорят что они настолько как бы они настолько они преданы всевышнему что они готовы страдать одни не говорил конечно но у них нет туда это нигде не написано коран не это написано а у нас он говорит вот самая важная идея а мы для того чтобы приблизиться к всевышнему нам не нужно себя надо выполнять митцвод потому что митцвод это и есть пути сближения чем больше митцвод выполняешь тем больше связано сошедом и все тоже конечно иногда поститься неприятно по большому счету один день пропаститься все врачи говорят разгрузочный день меньше гадости в себя потом к сожалению говорят самое главное испытание это не сам пост а после поста человек как говорят по-русски разговеется разговеется на части есть все подряд и тогда это действительно плохо поэтому надо знать что как у нас скажем в Кипр начинается еще до наступления в Кипр потому что едят едят говорят так что уже от этого болеют и как бы Йом-Кипр становится очень оправданным потому что говорится все больше уже не могу но на самом деле правильно это конечно поесть немного в Йом-Кипр едим немного память потому что мы прекрасно понимаем я как мне иногда спрашивают вот ты голодал там два месяца какой твой лучший совет как выдержать голодовку я говорю меньше едите до начала голодовки привыкайте свой организм понижайте постепенно и все да мы думали что надо наесться как мне один пишет сейчас в фейсбуке я говорю провожу там голодовку уже целый месяц за четырех каких-то прав но мой друг я говорю слушай ты там хотя бы воду пей он говорит ты не волнуйся я не только воду пью и вы какая же это голодовка кого-то обманываешь эти голодовки как всегда было то что человек таким образом ставит себя и как бы под риском смерти тогда это может на кого-то обратить внимание если видишь что ты мухлюешь то никого это не производит впечатления наоборот еще испоганишь свою миленькую идею естественную поэтому он говорит вот это очень важная идея в 46 параграфе и тот кто еще не прошел Бейдин должен помнить этот ответ выпишите его что самый правильный способ приблизиться кашему не надо чего придумывать и как у нас говорили в Советском Союзе инициатива наказуема это у нас верно не надо ничего придумывать он нам сказал делай так 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 что ты можешь придумать больше чем он тебе сказал поэтому он говорит здесь в 46 главе ты говоришь что думаешь спрашивай вот этого ученика Махонмиеля ты думаешь что приближение возможно не иначе как посредством унижения уничижения смирения самоистязания это ты думаешь может убийство он говорит да верно 47 парень говорит действительно я так думаю так как написано в ваших книгах чего бог всесильный требует от тебя только страха перед богом всесильным твоим так же что господь требует от тебя только вершить правосудие любить милосердие и скромно ходить перед его богом и таких много примеров но на самом деле эти примеры которые привел этот хазарянин от имени рабью дали они не совсем отвечают действительно как бы быть милосердным и как бы вести себя скромно и все это не подразумевает истязать себя и мучить себя но тут главное как бы это контрпункт который хазарянин задает мудрец он говорит вот ваша основа как говорят христиане самое главное заповедь возлюбить близнего как самого себя у нас вера очень моральная а у вас и евреев там ничто не делает то это вообще не иметь никакого отношения к морали это очень серьезный вопрос надо уметь отвечать на него мы здесь прямо так не отвечаем но в любом случае как бы вот эта фраза 47 параграфе задана для того чтобы можно было сказать это это верно мы не отрицаем это действительно написано вторе что от нас требуется быть милосердным вообще нужно быть скромным не высовываться да это все очень верно но с другой стороны это только он говорит предпосылка для того чтобы можно было подняться на следующий как говорят у нас много написано в геморе то есть правильное поведение человека как бы моральное поведение человека является как бы предварительным условием для того чтобы человек мог бы выполнить законы второе это говорит даже толпа разбойников не может существовать если они не примут принципов справедливости взаимоотношения между собой так как говорите у нас в советском союзе нас учили человек человеку друг товарищи брат потому что это была основа общежития это понятно было если человек человек убог один другому не верит один другого подставляет то общество разваливается то и получилось действительно развалилось именно потому что они говорили красиво а делали наоборот это тоже очень хорошие доказательства того что действительно все эти моральные законы они очень необходимы но они не являются конечной целью нашей веры поэтому он говорит здесь потому что божественное божественные заповеди могут быть исполнены в совершенстве только после полного исполнения общественных рациональных действий то есть как у нас сейчас избрали министра религии религиозного человека хорошего но партии которая пришла к власти тем что она обманула всех сказала одно пришел к власти и вот он теперь хочет реконструировать религиозную систему и он хочет чтобы все было справедливо я к сожалению меня нет с ним контакт скажу я ему скажу вот грязными руками можно что-то делать хорошие моральные вот как ты думаешь какое разрушительное действие на новое поколение все это оказывает значит можно врать получается на самом деле мы там говорим о том что это результаты этих выборов все это с политической точки зрения некорректно и не могут люди которые имеют меньшинство как бы вообще там из самой маленькой партии вдруг становиться главенствующей руководящей и это все нехорошо это неправильно это так но самое главное это урон общей логической морали людей которые здесь это страшнейшее воспитание значит только когда ты обманываешь по черному да говоришь одно делаешь другое тогда ты можешь прийти к власти это ужасный приговор все это всему этому обществу и все как правило сидят и молчат принимают это это ужасно я говорю в основном люди возмущаются тем что большая политическая партия которая получила большинство оказалась в оппозиции а маленькая партия с шестью мандатами причем половина еще не поддерживает этой политики она как раз выдвинула своего как это может быть это не из политической точки зрения некорректно главное это ущерб общенациональной морали значит все можно все позволено можно обманывать главное потом раз в раз и в дамки ты находишься в власти и тебя уже все забывают и говорят ай какой он миленький какой он умный и так далее и подобное но видно что вирус он зловремный он сейчас как раз пришел и хочет нас проучить а вы говорите что можно как бы делать плохие вещи с красивой улыбкой вот я вам покажу сейчас да вот вы вакцинированы все к сожалению уже скоро будут водить маски водить дали правительство решило это весь вопрос времени когда прямо напечатают газет что я не хочу быть эльфом маски еще не дарят вот так вот ходить вначале вначале было по уличам тоже надо ходить маски покупать а вот потом действительно сняли уровень опасности и тогда надо только в магазинах и все ходить с маской это из-за туристов это из-за из разных стран везут раз визуализации коронавируса а я вам я вам скажу из-за туристов а что почему туристы это жажда обогащения потому что богатые хозяева этих отелей давят на власти они теряют они в банкротстве иначе говорят ну ладно надо немножко как бы дать им это называют и все это называется в интересах израильской экономики чтобы как бы были доходы все интересы поэтому вот эти туристы они теперь значит пока все это теперь уже снова закрывается но пока они еще не закрыты они приносят доход хозяевам отелей понимаете это оправдывает то что он значит что они занести эту всю заразу сказано у нас вот я возможно или помнит эту цитату из парашат шабуа балак как там белам проклинает а на самом деле представляет народ израиль это верно но он еще что-то говорит этот народ будет жить всегда отдельно и не будет связан с другими народами смешиваться другими народами это как бы очевидно а вот то что вы говорите на самом деле вы знаете первая идея вот как бы нерелигиозного сионизма было стать как все народы то есть не было такая теория вот почему нас не любят антисемиты потому что мы ходим с пейсами в лапсердаках и говорим о каком-то странном языке они нас не понимают а мы сейчас обреемся и мы как бы будем как они мы говорим на европейских языках будем такие как и они и нас полюбят и уже больше не будет антисемитизма как убедились и что это не работает то есть причина антисемитизма другая многие люди они считают что евреи это прям как по стереотипу такие знаете типа наглые хитрые и все обмануты как бы в целом надо сказать так объяснение антисемитизму логического нет метафизическое есть логического нет вот люди которые думали как я вам сказал про раба говорили их надо подкормить дать им равные права учить их в университетах все они нас примут и будут нам благодарны ничего подобного не произошло мы сказали мы будем как они будем говорить на хорошем английском языке будем вести себя как нормальное государство выздорове так говорили нам надо выздороветь так это было лозунги там скажем Бенгурьона его предшественников нам нужно выздороветь как нацию мы должны быть как все остальные нации тогда нас примут в лоб других народов и все исчезнет не произошло не произошло и вот поэтому сказала уже видите Белан насколько он был врагом Израиля но он сказал у этого народа будущее пока он будет жить отдельно от других и не смешиваться с ними в том когда он захочет смешаться с ними у него будет только одни несчастья удивительно человек жил во времена исхода из Египта то есть это где-то 13 век до новой эры и точно предсказал что будет сегодня все вышли же ему уложил ну да вот свежим уложил еще то что вы знаете вот то что вы или процитировали мата ву олехе я комишко натехо Исраиль это сказано про две вещи да как вы помните это сказано о бетей мидраж да когда мы идем в синагогу мы должны говорить тевцуки мата валахе я комишко потому что первое значение это выражение как прекрасно шатры твои израиль имеется ввиду ботейт филла ботейт мидражот и конечно бетербург а второе значение как вы знаете как живут дома и что сказано там что дома построены так чтобы окна не выходили против окон то есть чтобы человек даже не взначай не мог бы видеть что происходит другом вот но к сожалению этого не выполнено я вам скажу я знакома вот кирят мушек построил один большой подрядчик строительный семейство трейдер вот и он на самом деле как бы большой и рабин и все это но надо было дать квартире людям и поэтому он настроен настроил я выхожу как бы своей и своей спальне я вижу что делать соседней спальне как не вот правильно как не хочешь уже да ну вот нечаянно смотришь ужас поэтому отпускается ставни и все но вот это как бы тот же пример что решили проблему жилищную насадили домов а зато создали против морального порядка ну правда здесь люди скромные не подсматривают но ведь невольно поэтому сказано да что там обратите внимание что там ну в основном поскольку это шатры сказано что вход в шатер да не вот построен так чтобы с другой стороны было точно в том же месте вход в шатер акум не было в самую когда в тахе но мы хубани вот это как бы мотовы чем они хороши и как бы из этого делается вывод общий о целомудрии и скромности потому что как вот они тем хороши что они построены таким образом чтобы выходы из каждого из них там выйдет женщина как бы в халате там что-то по делам и ты ее не видишь потому что ее шатер разберем так что там где твой выход твоя сама а у нее двор с другой стороны ну что-нибудь в этом к сожалению это потому что снова строили земля-то стоит деньги да земля народная но она стоит деньги человек хочет построить себе дом израиля а у нас есть микро-кейс раэль есть управление по земельным ресурсам и она продает тебе за большие деньги а через Иерусалим за огромные деньги ну какая цель конечно снова статистическое и поселенческое чтобы люди селились в Иерусалим потому что есть дорого чтобы они ехали в другие города ну и там это дорого стоит просто как бы тут я несколько отвлекся показать что казалось бы цели такие простые да но когда начинаешь их реализовывать оказывается совсем не такие простые трудно реализовать поможет есть казалось бы конечно если бы во главе правительства у нас стоял бы не даже не есть почитатели Бениамина Натаньяу да хорошие умные руководители все но совершенно бездухов это не то если бы был духовный руководитель как царь Давид я скажу хотя бы я не хабатник но если бы был бы Рэбе из Любовича управлял бы то он наверное бы с одной стороны направлял людей действительно выполнять мецвод и любить Ашема бояться Ашема а с другой стороны если бы издавали какие-то государственные законы они были бы сообразованы законами Тары а ведь у нас все наши законы построены на основании английской конституции мне при всем уважение к английскому народу а не то что надо еврейскому народу вы должны уйти я вас отпускаю поэтому он говорит для начала надо выполнить конечно это очень непросто жить по законам морали но это все только предварительная предварительная стадия теперь говорить продолжать и говорить я тут несколько повторяюсь мы уже говорили об этом поскольку по тексту это получается такие уже подряд ведь божественные Тара не требуют от нас быть отшельниками нигде не написано что мы должны быть аскетами заниматься самовечеванием удаляться от людей потому что он говорит на самом деле жизнь так хороша и прекрасна и она создана Творцом не случайно жизнь прекрасна если мы верим в Творца а мы понимаем что он создал он создал эту прекрасную жизнь если он создал эту прекрасную жизнь для того чтобы мы имели удовольствие от этой жизни надо как бы иметь удовольствие соразмеренно потому что если пережрешь или пьешь это тебе будет во бред но жизнь прекрасна и поэтому убивать себя отчелленничать запираться в келью и говорить это все обман как говорят садмарские хасиды они говорят да израильское государство процветает но это проделки сатаны сатана нас испытывает вот он говорит смотри вот получается и все а мы должны сказать нет Ашель мы хотим чтобы ты нам дал это государство и тогда мы это самое примем и признаем что это государство это люди придумали знаете как это та история с парковкой человек молится и говорит ой и самое бог израиля помоги мне освободить парковку мне срочно нужно место да я обещаю там сделать там сдоху и все вдруг машина выезжает из парковки он становится и все и говорят ну машина сама оставила так и тут приехала в Израиль я говорю 6 миллионов человек и даже больше они говорят это не то это нам не подходит то есть на самом деле получается что они диктуют богу как они хотят он им дает это нам не подходит мы хотим другой очень напоминает нам действительно скитание в пустыне малый нам уже не хватает мы хотим мясо получили мясо а вода не слишком сладкая точно получаешь получаешь от кого получаешь для чего нет это нам не подходит а вроде ты богобоязнен в чем богобоязненность если происходит как мы учили есть два вида чудес есть чудеса необычные необыкновенные есть чудеса обычные что такое чудеса обычные это законы природы это обычные чудеса потому что все природа и мир сотворен Ашемом и поэтому и чудеса это тоже часть как бы закона и природы и закона человеческого общежития это все что он создал для нас и это мы перейдем дальше мы читаем следующее говорит он нам говорит следующее вот говорит ну так я сейчас считаю конце 50 главы старта посмотри насколько присутствие божественного тесно связываться обрама а потом с его многочисленным избранным народом со святой землей снова как иллюстрации того когда ты хочешь посмотреть а где же бог актив проявляет и говорит посмотри на народ израиля и ты веришь что все что происходит с народом израиля присутствует в результате от того что он связан с божественным промыслом это обе это на новом издании странице 140 конец 40 начался 41 и это это божественная божественная шина руководит этим народом поднимая его со со степени по со ступенью на ступень и хранять его потомство так что никто бы не был потеянут сжаление пусть совсем так теряются люди бог переместил его потомков в обетованное место сперва из ирака дать и слоя а потом из египта снова дать и слои лучи и плодородные умноженных число и наконец привел их землю то интересно что как бы это необъяснимая загадка но факт остается фактом что именно в египте мы превратились и многочисленный народ об этом он говорит так же как мы знаем что и знание это страшное дело но все нобелевские лауреаты и все остальное что связано с еврейским гением произошло именно так в этот счет требует объяснение понятно что это божие проведение какое-то чтобы именно там раскрылись все эти таланты которые вызывают у многих ненависть дорогие но все-таки есть по невозможность дерево дать и ставить об этом они слишком скучно слишком много говорят вместе все умные а вот тогда они оказались на большом пространстве друг открывается такие качества и ты безусловно киду шоше когда ты видишь что есть такие люди ты говоришь на это что-то необычное все один к одному какая всегда рассказывают историю который чел профессор его академика ламдау кто был в атомном проекте курчатова и сталин его арестовал и посадил пришел кучаток сталин и говорит товарищ старин если вы хотите чтобы атомная бомба надо освободить ламдау профессора вы смотри что он говорит и показывает курчатову осведомительное написание что сталин кровавый диктатор и что захватил власть и все мы ду корчатова ему говорит снова будет это верно говорит товарищ старин но если вы хотите чтобы у советского союза была атомная бомба то надо освободить ламдау вот представьте дилемма так почему понятно что как бы как ты можешь ожидать от человека ведь это кто что он занимался скажем не очень хорошее дело запретение ядерного оружия но все на требует свободного полета мыслей которую невозможно ограничить есть ограничить другом другом не будет этой полета мысли он ничего не издает на самом деле как бы начало и развал советского союза начался именно оттуда вот ученых которые с одной стороны нельзя было удержать и не дайте возможности говорить а взрослой него не было возможности не воспользоваться их способностями качествами то есть это какое-то внутреннее противоречие хочешь ученых надо дать им думать свободно когда они думают свободно вот был действительно один герой к сожалению не еврея был бы рад если бы академик сахаров был евреем не был евреем но он действительно в отношении этого ландау не додумал ты говоришь это самое травовый диктатор это сатрат что ты на него работаешь работа правда была идея спасения там ба от фашизма и это всемирного империализма но пойми что это все ложь а вот за сахаром то есть на самом деле вот это знаете он выходит из польских эмигрантов ссылали когда было восстание там костюшка и все это в середине девятнадцатого века они были поданными российской империи их ссылали в сибирь и туда появился академиса а вдруг есть какая-то какая-то еврейская кровь как вы знаете адам мискевич великий польский поэт на самом деле еврей по маме ну неважно вот это как бы на самом деле это это было додумал до конца но тем не менее у нас как вы знаете академия я говорю есть я в русской еврейской энциклопедии которые уже вышло наше время есть на букву л посмотрите ландау на одной странице есть я великий ученый ландау на другой странице профессор ланду смотришь это как будто в копе один тоже человек его потомок то есть гений передается по наследству ничего не поделаешь в дам случае сейчас потомки этого ландау они главные рабины в ней браке то есть они там законодатели тех этих хоридимных законов и ограничений если нет печати что это самое семейство ландау проверила и там нету самое ничего не кошерного никто есть это не будет профессор ландау академика не осталось уже не знаю что то были у него потомки и все но семья это продолжает данном случае не знаю сколько важно сели за кашутом но это по-прежнему выбирает важную роль в еврейском народе теперь он говорит там поэтому вот это важная идея здесь в конце 40 странице что если вы хотите понять как действует божественное проведение руками это не потрогаешь но есть конкретный объект народа израиля который является как бы словом участником этого божественного проведения примере его и событий которые с ним происходят ты можешь понять как действует божественное проведение и говорит да и он говорит поэтому его называет богом авраама и богом земли богом народа израиль и также восседающим среди кубин да это имеется ввиду мешкан восседающий в сионе пребывающие в салиме эти места похожи на небеса как сказано восседающие небеса да то есть мы с вами любую садиме живем уже преддверии к настоящим небеса мне к некая атмосфере и без самого духовного понятия очень близки к этому как говорят хаврон в этом пусть и марат махпела это вход ганейден это входа лаула мама это подвы лаула мама а где был ганейден он был в районе храма ганейден то что называется сад эйдена это вот в районе ара море а там это самое ганейден его свет озаряет как небеса так и это место но лишь припоследствии достойных не созреть этот свет кто-то говорил что когда наблюдают ну через можно видеть что он видит спутник до передаете изображение район эр-цисраиль особенно иерусалима отсвечет каким-то особым свет вот я не знаю как сосали фотографии наверно правда любой свет озаряет как небеса так и это место за все это ведется к тому что мы говорим вот вы говорите бог а кто его знает если он как это видеть ответ такой смотрите на то что происходит с израилем совершенно необычные вещи иногда мы несем на себе грехи всего мира и всего народа всего человечества но в любом случае то что с нами происходит то что не происходит не с одним другим а в положительном смысле действительно вот вам наглядная демонстрация того чем как бы просто как бы хотим поток где-то вот вы говорите божественное предвидение шкина вот вот смотри что происходит с народом израиль чем дальше мы отходим от страны израиля мы удаляемся от шкины и это затухает этот свет затухает а приближаемся и эти чудеса происходит да все эти победы в войнах все это как бы война сорок восьмого года за независимость там и говорили об этом когда напали все страны все арабы всего мира напали на израиль у него было всего там чего ничего ничего какие-то сталина разрешил продавать немецкие самолеты были торфейские немецкие самолеты это немного их продали чехословакия продавала вала еще как какие-то там танки английские 30-х годов все этим они победили расслабленные арабские полки чудо 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 люди ищутся в такой свет из ряда моно выходящий это конкретные вещи которые мы сами видим наблюдаем он говорит вот очень важное понятие ведь этот свет который он излучает на них на нас называется его любовь когда как бы это кубалистические понятия он так это кидает этой тем более так переводе а мы говорим свет вот у врагу кука он урод да вот это свет что это за свет пор это свет урод это свет многие света многое многое света а посудила эта энергия божественная до через последствия которого мы находим определяет присутствие божественного и который в отношении нас привлек преломляется в конкретных с а варих из это все благо которое мы получаем он изучает называете его любовью есть понятие есть понятие скажем рацион наше решение ашема более маршема на которая проявляется через любовь до или скажем который проявляется через хэсэ свет это хэсэ это когда же и в понятиях как бы материальных свет это хэсэ есть свет это хорошо тогда я вспоминаю во владимирской тюрьме это свет как это есть а те ночи полная огня такая песня да это было жутко да нету ночи все время свет горит камере не за заботы о заключенных о том чтобы они друг друга не порезали и сами не порезались и против очень вдруг перерыва в подачи электричества в тюрьме бы вся тюрьма просто было слышно вздохнула таким вот а наконец наступила тьма но это конечно божественный свет он отличается от света тюремного обычно свет это это выражение будет так установлены и предписано нам верить в это что он издевает этот свет и поэтому говорим ты возлюбил нас любовью великую карта да это у нас слабо из молитвы которые мы говорим с утра перекрят шма а вату лава автан там маргала битра к мантану так надо ты возлюбил нас веры великой эти слова гормин знак того что начало всего от него они от нас так мы говорим например созданием животных не они создали самих себя как это следует из теории дарвина потому что уже почитали теория эволюции она очень интересные хорошие но ученые уже почитали степень вероятности того что это произошло бы не направленной силой до не направленной эволюции которые конечники вдруг выражается в проявлении создательной жизни самопроизводящий подобного человеку я не помню кто-то помнит в каком порядок степени как бы вероятности там 10 что-то там в минус 30 степени практически невозможно даже если скажу это заняло миллиарды лет и то это больше поэтому надо понимать он говорит бог задумал нас сформировал нас и и он создал материю которая подходит для этих формирований и как же он превознесенный ускорил наш выход из египта что мы были его воинством как мы знаем на самом деле по всем подсчетам народа израиля находился в египте на супруге 400 400 лет всего 210 лет потому что было две причины для того чтобы вывести нас раньше время во первых мы действительно деградировали под влиянием заболели всеми болезнями египтян и которые мы потом отмечаем праздник шивота это как бы возвращение 49 ступеней деградации на которой мы уже упали спасти нас последний момент от и вы от другой страны мы должны были получить того чтобы спасти всего человечества поэтому видим здесь есть какие-то явления которые не регулируются обычным подсчетом их давая так и также он превознесен ускорим наш выход из египта что мы были его воинство получили батару а у нашим царю как создаем я бог всесильный ваш который выбрал глаз и страны египетской чтобы быть вам всесильным они аж ему тех как мы знаем это первые заповеди 613 заповеди которые переводятся рамбамом как заповедь веры еще он сказал и свои тебе я проставлюсь казалось бы ашем должен стать чем он прославляется какими-то великими делами пирамидами космическими кораблями нет прославление ашема во всем мире происходит через народ из вами мы понимаем что как сама хотя антисемиты и ненавидит на все но в душе они говорят да у них сильный бог смотри завидуют конечно чем это ведь не то что они могут взять себе его вот так просто он не дается поэтому смотрите здесь как очень важная и слова исраэль в тебе я просто исраэль ашер баха и пая это тоже у нас трог и саиша я у 49 глава ашем когда мы говорим ки душа шеф прославление меня освещение неслишь через нас да то есть нам дана великая сила прославлять своими поступками и как бы я оповещать всех о том что есть истина в этом мире но зубы сады у нас есть и страшная ответственность потому что если мы это делаем не так а к сожалению очень часто это делаем не так мы оскоряемый его вот это его народ позор это паспорт сожалению сейчас мы не находимся это как бы находимся таком дуальном состоянии с одной стороны до прославляем а с другой стороны я склоняем его не позор то что у нас происходит в израиле это позор всевышний будет это это вы говорите бога израиля да они у них там медицина развита я знаю там еще что-то сайбер развитый прочее прочее посмотрите как смысле морального уровня они не ушли далеко от нас поэтому когда рамбам пишет о времени маршиев он говорит это время когда мы будем свободны от чужеродных влияния не а так как бы не политическая или экономическая независимость а независимость духовная чего круг нас те эти из мы все эти развраты а вот будет когда как сказал билан дорогой билан сказал этот народ когда вы действительно жить отдельно да и не ужаса других народов и создать свою собственную культуру вот тогда действительно проявится настоящий свет других народов этом сегодня мы кончаем да он сказал я типа я буду говорить все еще молодец в этом смысле он признал своим поведением он признал что и силы выше его открывает роды хочет проклясть поставить на три буквы а получается что это вы ведь морское навсовы что это вы ведь балуа что это вы ведь балуа